Над первым подъездом пятиэтажки в Дягилево виднеется стропильная система, а на ветру развивается полиэтиленовая пленка. Это то, что заменяет жильцам крышу с 20 мая. Именно тогда в рамках программы капремонта кровлю сняли, но делать новую так и не пришли по сей день. Сроки, когда звоним прорабу, называются разные, что такого-то числа начнутся работы, такого-то числа начнутся работы. Никто не приезжает, никто ничего не делает. На соседнем доме работы ведутся, на нашем доме нет. И вот, собственно, последняя капля, это вот стал 14 июля, был опять сильный дождь, мы были все на работе, когда мы пришли домой, у нас опять все залито. Протечки в квартирах первого подъезда были в течение всего этого времени, с 20 мая, но 14 июля потоп оказался особенно сильным. У нас вот регулярно протечка, во-первых, весь потолок, вот все, что вот эти вот пятна, это все было протечка. Вот эта стена полностью, то есть там льет по той стене, потому что нет свесов, и все протекает сквозь стену к нам. Последний раз вот вело вот здесь вот, а тут все лело, вот по трубе, вот здесь вот висели вещи, тут внизу стояли вещи, лежали всякие вещи, все это пролило насквозь. Здесь на чердаке сильнейший запах аммиака, здесь помет голубей, грязь, и под пленкой все это усиливается. Во время жары создался парниковый эффект, и ароматы, которых не передает камера, распространялись на весь подъезд. Вода, которая заливает квартиры после дождей, раствор этой грязи с сопутствующим цветом и запахом. Вот эту жидкость специально мы отлили для примера, что она на свет даже не просвечивается. Открывать я, конечно, не буду, потому что она уже сейчас жутко вонючая. Вот это у нас все ведрами лилось с потолка и по стенам. 14 июля мы пришли домой вечером, опять после этого сильного ливня, у нас все стены мокрые. Залило вещи, верхнюю одежду, то есть сейчас все приходится стирать, потому что это коричневая вода, которую, естественно, просто так не высушит, надо все простирывать. Кроме того, с начала мая здесь лежит куча строительного материала, который плесневеет, вода в лужицах на пленке цветет, и тоже источает ароматы. В квартирах верхнего этажа живут семьи с детьми. Им такое положение дел кажется особенно опасным. У Анастасии в квартире идет ремонт. Свеженанесенную на стены и потолки штукатурку явно придется менять. Жители этого подъезда не раз обращались в фонд капремонта, но до сего дня их кормили завтраками. Правда, подрядчик обещает выплатить пострадавшим жильцам за нанесенный их квартирам ущерб. Но пока Анастасия больше всего опасается лишь дождей. Ведь сколько еще им сидеть без крыши над головой, пока неизвестно. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».